Доброе утро. Доброе, в общем-то, утро, да. Господи, в такую рань. Заниматься зарядкой. Могла бы ещё поспать. Но ведь нет. Я прямо из постели выползла, если кто-то удивляется, почему я так странно выгляжу. Вот потому что. Потому что, да. Я сейчас тоже буду пить чай сначала. Вы не обольщайте, что прямо мы сейчас с вами тут это, отрицательные шпагаты устроим. Нет. Я только вылезла из постели, покормила котов это святое. И теперь, значит, надо выпить чайку. Кто будет смотреть в записи, там перемотайте. Я там сделаю тайм-коды, наверное, когда начнётся непосредственно зарядка. Сейчас. Не так всё быстро. Доброе утро. Доброе. Доброе. Да. Всем доброе утро. Я сегодня хотела поехать к зимой снять обзор новой поставки. Но я чувствую, что я туда не доеду. Доброе. О, Олег. Да божечки мои. Это уже какое-то нарицательное. А где мой кремик? Я кремик забыла взять. Доброе утро, да. Выпейте пока чайку. Пока я здесь брожу. Доброе утро, да. Всем доброе утро. Ой, да прям... Что это вам не спится, люди? Что это вам, люди, не спится? Я бы на вашем месте спала. Ольга, и вам не спится. Никому не спится, да? Что я имею вам сказать? Спалось нормально? Ну как? Спится-то всегда нормально. Это вот вставать. Ни свет, ни зря. Смотрите, что у меня случилось с моим бэби-динамитом. А, вот сейчас есть ощущение, что я говорю все-таки через микрофон? Потому что я попыталась подключить микрофон. Все, бэби-динамит, все. Осталась только детка для Волгограда, для Марины. Детка растет прекрасно. Вот у нее корни пошли по дну, а сам динамит, все, все, да. Динамит тоже вышел из чата, как и мухоловка вчерашняя Венерина. Доброе утро. А что это вы у нас из чата удалились? С-В-Ч-Ч. Доброе утро всем, да. Я заварила себе чайку, но стоимостью 500 евро пачечка. Я надеюсь, что это такой божественный эликсир за эти деньги, который сейчас меня просто возродит. так, что я хотела сделать. Доброе. Вы там готовы к зарядке-то? Или как? Или вы чисто посмотрите? Вы там налили, наверное, кофе, положили себе пироженки и думаете, сейчас я посмотрю, как там люди корячатся, да? Привет. Скажу, если честно, все так и есть. Ой, просто божественный эликсир. Я и говорю, посмотреть. Заниматься-то только я должна за всех, да? Вот. Я так и знала. Я думаю, где-то здесь подвох. Не может быть, чтобы в воскресенье сто человек притащили сюда заниматься в 7 утра йогой. Наверняка где-то подвох. Вот он где. Сейчас люди будут просто смотреть на это все и пить кофеек, да? А как вы ее можете скачать? Это же Ютуб. А он же не... Ну, вы же не скачиваете из Ютуба видео. Или вы умеете скачивать? А я не умею. Я бы хотела скачать из Ютуба видео, так я даже свое собственное не могу оттуда скачать. А, коврик лежит. Ладно, сейчас мы вот приведем мое лицо в фотогеничное для видео состояние. Повторить зарядку? Ну, в смысле повторить? У нас сейчас новое будет. Повторить можно вчерашнюю открыть, она же там сохранена, и повторить. А у нас сегодня будет новое. Во-первых, сегодня будет зарядка от мигрени, потому что вчера после... Я вчера по этой жаре в 30 градусов прогуляла 13,5 километров. В итоге... Ну, еще меня выбесили люди в Донецке, и я в итоге... Я в итоге заболела головой. Вот. И от мигрени есть зарядка. Подбудильник, офигеть. Ну что, смотрите, я уже какая красавица, да? Каких-нибудь три средства, легко и непринужденное, 50-летнее лицо превращается в 49-летнее. Сейчас допьем и пойдем. Смотрите. Вот как здесь заниматься. Просто всем своим видом говорит, ну, люди совсем того, совсем... Как вы помните, у меня всегда две чашки. Это тоже повод для теории заговора. Сейчас я вот вторую выпью и пойдем. Ну, слушайте, таких, как я, людей вообще очень мало на планете Земля. Может быть, мигрень с орвотой, с падением тела. Но если надо, значит, надо встать и пойти. Никто из моих коллег не умеет работать, как я. И сколько я? Я же работаю без выходных. Нет, пить, наоборот, перед йогой не надо. Если вам где-то скажут, что надо пить во время йоги или перед йогой, нет, наоборот, не надо, потому что мы будем делать всякие скручивания. У вас там внутри, в животе, будут открываться сфинктеры, и вода эта вся, и чай может палиться не туда. Все, я считаю, мы готовы к йоге. Вроде бы все, да? Ой, надо еще скалку взять. Вы, наверное, и не знаете, что нам сегодня пригодится скалка. Так. Надо как-то... Сейчас я перестану видеть ваши комментарии, потому что я поставлю вас далеко. Как же это делается? Все. Ну, в общем-то, понятно, да, что мы готовы к занятиям. Вон, Масянька нам намекает, что мы готовы. Короче. Видно же, слышно же меня, я надеюсь, из микрофона сегодня. Что бастет? Скалочка интересует? Так вот, да. Кто-то будет плохо себя вести, а гребет. Так, мы начинаем с головы, то бишь шеи. Потому что сегодня у меня, ну, вернее, вчера вечером, разогралась мигрень, а у меня в шее протрузия такая неудобная. Вы же, наверное, знаете, что бывают протрузии и грыжи, которые у вас есть, но вы о них даже ничего не знаете. А бывают такие, которые не дают вам жить. У меня вот такая. Там, если напрягаются мышцы в шее, а напрягаются они, когда я зла, империя зла, они эту протрузию начинают шевелить. Начинается мигрень. В одну сторону и в другую. И раньше, когда у меня было обострение мигреней, когда я была замужем, и у меня был муж, который страшно меня бесил, у меня очень часто были мигрени. И спасалась я только вот такими зарядками. Мась. Мась. Да. Не подходи туда. То есть очень качественно мы проминаем шею. Если где-то были какие-то зажатости, мы от них сейчас избавляемся. И то одно ухо вверх, то другое. То одно, то другое. И очень тщательно, и высоко. У людей, как правило, есть привычное напряжение в плечах. они всегда немножко зажаты, всегда немножко в тонусе. Вот надо расслабить их. На, Масяне. Дин-дин-дин. Да, очень хорошо. То одно ухо вверх, то другое. А потом начинаем смотреть то в одну сторону, то в другую. И про себя отмечаем, насколько легко ходит голова, насколько легко скользят позвонки. ощущения симметричные. Нет такого, что в одну сторону у вас легко голова зашла, а в другую не идет. Абсолютно симметричная, здоровая шея. Садиться вот так не обязательно. Вы можете сесть, как вам удобно. Мне просто удобно так. Мучиться не надо. Вот так, несколько раз. А потом таким полукругом через низ. Так раз в одну сторону, раз в другую сторону. Спасибо. Спасибо. Вообще, если у вас мигрени, вы начали делать вот эту зарядку, вы даже в процессе можете почувствовать, как отпускает. Там кровообращение начинает восстанавливаться. Вот от этих движений просвет в венах, в артериях приоткрывается получше, и вы можете почувствовать, что уже лучше. Голова вперед-назад. В плоскости пола. Из стороны в сторону. И теперь находим у себя на лбу. Когда у вас мигрень, у вас будут триггерные точки где-то. У вас будут точки на лице и на голове, на поверхности головы. То есть голова-то болит внутри, но у вас будут какие-то триггерные точки на голове и на лице, на лбу особенно, которые такие болезненные. У меня болит вот эта часть головы, но триггерная точка у меня вот здесь. Берем и начинаем ее раскатывать. И вы чувствуете, вот это прям как будто по нерву по какому-то. Вот какая-то триггерная точка будет вот такая. Да, можно ее пальцами массировать, можно скалкой. Можно лгом человека, а пол как тын-тын-тын-тын. И сразу все пройдет, да. Сразу мигрень уже не будет таким ужасом. Еще у меня сзади на затылке есть такая точка. И вы ее разминаете, пока не изменятся ощущения. Я вам не могу гарантировать, что все пройдет вообще, что эта точка перестанет быть активной, но ощущения должны измениться. Так, хорошо. Ну, вроде как все. Более-менее что-то там наладилось в моей жизни. Плечи. Максимальная амплитуда с плечами у нас происходит. Максимальная. Потому что плечи тоже прилегают к шее, и от них много зависит. Вот эти вот две жилы, вот эти две мышцы, которые обычно такие тонкие у женщин, они могут быть калей-лапонькой своей, берет эту скалку, хочет себе утянуть. Они очень зажимают вот это вот все в шее. Они в тонусе, как правило, в гипертонусе даже. В одну сторону и в другую. Интересно, калечко, да, что это такое? Надо завести мужика, да, чтобы гонять. И плечи то максимально вверх, и это у вас сейчас максимальное напряжение в плечах. И максимальное расслабление так. Раз. И напряжение, и расслабление. Несколько раз. Хорошо. И теперь с выдохом спина круглая назад. Со вдохом грудная клетка вперед. И так несколько раз. И прямо очень хорошо стараемся. очень хорошо. Мы пытаемся это все провернуть. Как мы вчера делали, кисти на плечи, локти параллельны полу, локти не бросаем. В одну сторону, в другую. То есть вам нужно разогреть все тело от макушки до пяток. И как вы это будете делать? Это вообще дело десятое. Можете как угодно это делать. Только пройдите все суставы и основные группы мышц. И вы уже готовы к жизни. Уборка по дому это не физическая нагрузка правильная. Это наоборот усталость, от которой потом надо заниматься. Потому что там одни и те же группы мышц одинаково нагружаются. и вращение из таза. Мне просто одна ученица говорит, я вот каждый день убираюсь там с пылесосом. И это же зарядка. Нет, это не зарядка, это наоборот, то, от чего надо делать зарядку. Чувствуем, из таза ходит корпус. Тазобедренные просыпаются, низ спины, поясница, копчик в одну сторону, в другую. Бастетина моя пришла. Поддержать нас всегда. Поддержать пришла нас бастетина. Можно за что-то держаться. За стул, за что угодно. И начинаем. Ступня. Голеностоп. В одну сторону, в другую. Колено. Ориентировочно по 10 раз, а там как получится. В одну сторону, в другую. и тазобедренный. И тазобедренный. В одну сторону, в другую. Голень. И тазобедренный. Теперь, пяточки, пальчики. Высоко. Высоко поднимаемся. Несколько раз таким образом. Это прямо репетиция моего 70-летия, если честно. Это такая ЛФК, как будто мне скоро 100 лет. хорошо. Хорошо. Руки перед собой вправо-влево, скручивание. Если грыжи есть в позвоночнике, делаем это аккуратно. Или вообще не делаем, кто вас знает. Потом руки на пояс, вращение таза. Тоже амплитуда максимальная. Чувствуем таз тазобедренный, как работает спина, как работают мышцы бедер. Да, Масянька? Ты хочешь туда прыгнуть? Не надо туда, там камера стоит. Обойдешься. Потом уберу камеру, сможешь прыгнуть. Вот такая незадача, да, нестыковочка. Во вселенной кота какие-то проблемы происходят. Ну что там такое, кис? Что? Масечка, все. Смирился, смирился, пошел лег на пол. Руки в стороны, в одну сторону едем, в другую. В одну, в другую. очень хорошо тянутся бока. Очень хорошо тянутся бока. Прекрасно. А теперь смотрите, в одну сторону наклон, в другую. В плоскости, вперед не наклоняемся, только в боковой плоскости все это движение происходит. Чувствуете, как бока вытягиваются? Так вот. ой, я прям просыпаюсь. Не знаю, как вы, я просто перед зарядкой реально только встала с постели, и я прям просыпаюсь, и это очень хорошо, потому что после нашей зарядки у меня сразу занятие, а потом сразу второе занятие. Смотрите, сейчас вам понадобится или стул, если у вас есть стул, возьмите стул, поставьте перед собой стул, перед собой стул. Или вот как у меня комод, у меня просто ни одного стула, я буду держаться за комод. Держимся за комод или за стул, немножко наклоняемся вперед, чтобы не убить себе ногу, а стул или комод. Нога немножко заходит в центр, и потом мах. 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 Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Наверное, я куда-нибудь сюда вот встану, потому что я как-то волнуюсь. Бастет, я могу тебя убить. Теперь тоже немножко наклонились вперед, чтобы там видно меня, надеюсь. Нога немножко заходит вперед вот так, и потом такой мах. И потом такой мах. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И просто стоя вот так вот боком, коты поняли намек и срулили от греха подальше. Вперед-назад. Вперед-назад. Вот такую подушечку. Это мы сейчас позже займемся. Так, как вы тут у меня? Кто-то что-то пишет, что уже умер. Вытягиваемся макушкой вверх. Это уже асана. До этого все было фигня. Сейчас мы сделаем асану одну, а потом будет опять фигня. Из тазобедренных пошли в наклон. Взяли себя за большие пальцы ног. Локти в стороны. Тянемся. Тянемся, тянемся. Понимаем, что утро. Не ждем от себя каких-то подвигов. Если вы в наклоне с прямыми ногами не достаете до пола, не достаете до ступней, вставайте на ремешок или на пояс от халата. Вставайте и с двух сторон тяните себя за пояс. Тянемся, дышим. Можно несколько раз подсогнуть, ноги выпрямить, подсогнуть, выпрямить. Поводить тазобедренными отдельно можно. Потом поднимаемся. У нас есть подушечка, у нас есть стол. Укладываем ногу на подушечку и начинаем тянуться к ноге. Ровно вперед. Опять помним, что сейчас утро. Не ждем от себя подвигов. Вдох, вытянулись. Выдох, наклон. Надо тянуть себя к ступне. Поэтому если что-то там плохо тянется где-то, вы возьмите ремешок, если вы не дотягиваетесь, набросьте ремешок на ступню и притягивайте себя. Не ждите, что если вы встали в наклон, то вы сами по себе постепенно уйдете глубже в наклон. Нет, надо себя немножко подтягивать. Так, поднимаемся. Разворот боком к ноге. Соответственно, она автозабедрена у нас вот так, разворачивается коленом назад. Ровный корпус. И уходим боком теперь к ноге. Чувствуем все жировые складки на боку. Все мишленовские шины собрались в одну стопку. Вот очень хорошо чувствуем бок и чувствуем ногу. Не торопимся. Что это там происходит? А, там котень. Котень, когтит. Хорошо. Все сначала с другой ногой. Ох, эти кисточки. Как же это прекрасно. Вытянулись и пошел наклон к ноге. Вот эта нога какая-то деревянная совсем. Она меня не пускает, очевидно. И я не могу понять, в чем дело, потому что вообще-то у меня травмированная левая нога. А не хочет заниматься правая. Что с тобой не так? Нога. Ну, короче, можно тоже тазобедренными поводить как-то. День на день вообще не приходится. В один день. Вы даже 20 лет можете заниматься, потом утром встаете на коврик, и вдруг у вас ничего не тянется. И боком к ноге. А на следующий день опять нормально. Я так и слышу ваши реплики, что А я каждый день могу вставать на коврик, и у меня каждый день ничего не тянется. Ну, нет, так не бывает. Очень хорошо. Так, я считаю, мы отлично размялись, и мы готовы к заключительной, так сказать, фазе. Даже не знаю, как нам сделать эту заключительную фазу. Да, Каличко? Вот так вот. То есть все это время мы разминались, мы разогревали тело, сейчас мы его разогрели, и сейчас будет йога, чуть-чуть. Встали на начало коврика и удостоверились в том, что дышим хорошо, спокойно дышим. Если не спокойно дышим, давайте постоим немножко, вдох, выдох, почувствуйте, как на вдохе воздух полностью наполняет объем легких. У вас грудная клетка полностью раскрывается на вдохе. Глубокий вдох, вдох, спокойный, медленный выдох, без прогиба вот такого в пояснице. Нет, копчик под себя, сглаженная поясница, лопатки назад и вниз. И начинается. Сначала я сделаю так, как надо, а потом я буду показывать опционно, у кого там что не тянется. Но пытаемся сначала сделать идеально, да? Вдох, пошли руки вверх, и пока вы делаете вдох, они все идут вверх. Посмотрели вверх на ладошки, начинается выдох, вы из таза, видите, таз пошел вниз, пошли вниз, 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 выдох, выдох, выдох. Поставили ладошки на пол. Если до пола они не достают, поставили ладошки на ноги, но нам нужна опора. Опора нам нужна, потому что потом будет вдох, и на этом вдохе мы опять вытягиваемся вперед, смотрим, ощущаем вытяжение спины от копчика к макушке, вытянулись, даже вот тазом поводили, вытянулись. Это вдох. Потом у нас начинается выдох, мы ставим ладошки на пол, пока еще без прыжков, пока еще просто отходим назад и выходим в так называемую четурангу. Это корпус параллельный полу. Отсюда пальцами ног на вдохе вытолкнули себя вверх, оказались вот в этом положении. Хороший прогиб, только желательно не в пояснице больше прогиб, а в грудном отделе, особенно если у вас поясница не очень хорошая. Это был вдох. Потом на выдохе пальцами ног втянули себя обратно, оказались вот в этом положении. Шею расслабили, макушка пошла в пол, плечи широко, локти мягкие, колени прямые. Напрягите колени, они выпрямятся. Пальцы ног можете даже поднять вверх. Нам надо, чтобы на полу стояли пятки, а не пальцы ног. Дышим. Стоим, дышим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Смотрим вперед. Вообще здесь прыжком это надо сделать, но мы пока начинаем, поэтому мы на вдохе шагаем к рукам. Опять у нас ровная спина, потянулись вперед. Выдох, наклон. Опять у нас руки или на полу, или на ногах. И отсюда вдох, поднимаемся. Выдох. Исходное положение. Тадасана. Вдох. Пошли руки вверх. Выдох. Наклон. Опора руками. Вдох. Потянулись вперед. Выдох. Шагнули назад. Корпус параллелен полу. Или просто свалились и думаем, господи, какой я тюлень. Тогда прямо отсюда. На вдохе перекат. На выдохе откат назад. Стоим, пытаемся вытянуть себя. Созерцаем свой целлюлит и думаем, блин, если не сейчас, то когда? Пять своих дыханий. Здесь мы стоим. На вдохе посмотрели вперед. Бастетина моя хорошенькая, да? Думает, что происходит? Нужно бастет. Что такое происходит, кишок? Прыжочек. Извините, можно было без прыжка, это я уже на автомате. Можно было просто подойти. Выдох, наклон. Вдох, поднимаемся. Выдох. И последний круг. Вдох. Выдох. Вдох. Потянулись вперед. Выдох. Ушли в четурангу. И перекат. И откат назад. Стоим, дышим. Раз. Шея свободная, голова падает на пол. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Прыжок. Выдох. Наклон. Вдох. Поднимаемся. Прекрасно, я считаю, да? Пойдемте попьем чайку. Пойдемте чай пить. Пошли пить чай. Пятки до пола не достают. Да, они много у кого не достают. Они прекрасно достают куда угодно у Марусеньки. Третью попытку не осилили. Ну ничего. Слушайте, у нас 186 человек в чате. Это Олег. Господи. Интересно, мы когда-нибудь встретимся в реале, Олег? А то вы уже мем. Олег это такой мем. Так. Да. Прекрасно. Давайте чайку попьем. У меня есть вознаграждение в качестве... Я не подпрыгну никогда. Подпрыгните. Подпрыгните. Это, знаете, вопрос стимула. Если перед вами повесить 500-евровую бумажечку, я вас уверяю, все подпрыгивают. Проверяли. Народа, где лайки? А где, правда, лайки здесь? Я просто у себя даже не вижу, где лайки эти. Слушайте, а я же могу включить ноут, да? И там будет... И там я буду в трансляции. Ну, просто вы сейчас у меня стоите на ноуте. Поэтому сейчас я его точно не включу. А потом просто вот так вот раз. Ам. Ушел. Титуранку надо делать. А то у вас руки повиснут. С возрастом. Воды. Слушайте, отлично. Я прям даже готова вести занятия. У меня сейчас будет Катя. Слушайте, странно. Когда закончилась зарядка и началось чайпитие, людей в чате прибавилось. Да ладно, пипец, как устал. Это зарядка. Если уже повисли, то надо делать только чатуранги. Только. Не распыляться на всякие махи руками и ногами. Наталья Агафонова. У меня была такая одноклассница. Чатурангу надо делать раз в сто. Слушайте, завтра в какое время будет? Я сейчас не могу посмотреть расписание. Я тем, кто занимался недолайков. Я не знаю пока. Да. Знаете, у меня однажды занимался один американский миллионер. Ему было 60. Мы с ним потом еще встречались, кстати, годик. И он начал мне жаловаться, что он после йоги, сейчас покажу коврики, что он после йоги приходит в офис. Он как бы миллионер, ему надо заниматься, работать в бизнесе. Я не знаю, я отдельно напишу, в котором часу завтра, потому что я расписание сейчас не вижу. И он начал жаловаться, что он не может работать после йоги, потому что у него такое состояние. Расслабление, он так приятно устает, он хочет просто сидеть в кресле и смотреть вдаль. Ну так йоги же ради этого и живут, и занимаются ради этого, что... В 5.15 завтра? Что-то я сомневаюсь, что мы будем в топе. Смотрите. Коврик должен быть липкий, чтобы вы с него не скатывались. Видите, он такой резиновый-резиновый. Он липкий. Он должен быть достаточно толстый. Но бывают коврики толстые. Они для дома хорошо. Вы их раскатываете, они такие прям как мат какой-то. Раз такой упал. И он такой тяжелый. Он аж к полу прилипает. Вот. Но с ним ходить куда-то нереально. А вот такой у меня потоньше. 4 миллиметра он у меня. Я с ним буду с вами заниматься этой зарядкой. Даже мы будем выходить на берег Яузы скоро. Мы пойдем же на берег Яузы. Вот. И таким образом выбирайте коврик, чтобы он был липучий и достаточно толстый. Да, часто путают коврик для йоги. Это просто туристический коврик, с которого тело скатывается. Такое, конечно, не очень хорошо. Нет. Они со мной занимаются в реале. Знаете, у меня даже есть люди, которые со мной занимаются по 15 лет. Они сами уже могут преподавать. Они все знают. Но человек не может заниматься сам. Они мне платят просто за то, чтобы я была рядом. Я к ним прихожу. Вызывают горничную. Горничная приносит мне кусок торта. Журналы. Я сижу, листаю журналы. Ем торт. Можно даже лечь на диван. Я не знаю, когда завтра. Я об этом позже сообщу. Я посмотрю расписание. Я сейчас не могу посмотреть расписание просто. Вот. А человек не может заниматься один. И вот за это они мне и платят, чтобы я сидела рядом и гоняла их. Серьезно, как только мы закончили заниматься, людей в чате прибавилось. Как это можно объяснить? Миллионер бросил занятия со мной, потому что я бросила миллионера. Мы потом начали встречаться. Я его бросила, потому что вот лучший способ сохранить со мной отношения для мужчины – не начинать со мной спать. Потому что это уже переход на такой уровень общения, когда человек не может уже контролировать себя во всем и проявляет себя со всех своих настоящих. Да, вот на счастье пить пришло. Настоящих сторон. А настоящая сторона человека – это не всегда то, что привлекает. Пока он просто миллионер, с которым мы танцуем танго в метро, ходим по выставкам, ресторанам и так далее – это одно дело. Но когда я начинаю видеть, как его жена утром спрашивает у него, ты мне денег дашь перед уходом на работу, перед уходом на шопинг? Ну, для душевного равновесия, как бы, у меня одна моя… у меня есть две ученицы, которые из простых. То есть это не миллионеры и не чиновники, просто две девочки, которые согласны платить мне по пять тысяч за занятия, как-то они их находят где-то. Вот, и они меня спрашивают, почему с тобой занимаются именно вот олигархи и чиновники Алиста? Я говорю, ну, потому что они чувствуют во мне своего человека. И душевное равновесие – это именно когда вы находите по своему рангу тренера, и вам с ним комфортно, потому что мне с этими девочками капец как некомфортно. Я вообще… ну, пришла вчера к ним. Ну, они хорошие девочки, они молодцы, работящие, там, по три квартиры заработали в Москве. Ну, вот мы занимаемся, и вдруг, ой, я на Вальдберрис такую кофточку заказала без швов, тренироваться хорошо. Вы можете себе представить, чтобы там жена Ротенберга сказала во время занятия, что я там на Вальдберрис кофточку заказала? Она может сказать, что урвала два билета, власкала на премьеру? Вот, и да. Ой, а вот массажисты… мне надо, чтобы массажисты молчали. Если массажист начинает говорить, все, я стреляю. Вот, поэтому душевное равновесие – это еще и для тренера хорошо, если занятие с вами – это душевное равновесие. А то бывает так, что такие ученики, что… Причем у них вопрос, как становятся успешными людьми, которые поднимаются прямо до вершины пищевой цепочки. Я этим девочкам говорю, что есть просто тот уровень, который ваш, и вы очень резонируете с этим уровнем. И когда вы на нем оказываетесь, этот уровень сам вас вытягивает. И вам там комфортно, там все свои. Я уже приводила этот пример неоднократно. Когда принц Гарри на вечеринке приходит в форме нациста, ну, как бы, ну, окей, ну, как бы, все понятно. Но когда я иду по Алтуфьево, и я вижу неонацистов каких-нибудь вот этих бритоголовых в Берцах, мне становится страшновато. А вот люди, которые живут в Алтуфьево и общаются с ними, они как раз комфортно себя чувствуют с этими пацанами, а попав в круг друзей принца Гарри, они почувствуют себя неудобно. Да, конечно, надо говорить перед зарядкой, что готовить из приспособлений. Но единственное, что универсально, мне кажется, для всех не повредит, если у вас есть ремень. Ремень подойдет любой. Вообще, есть ремень для йоги, конечно, но если у вас нет ремня для йоги, не обязательно его специально покупать. Какой-нибудь пояс для халата или кожаный ремень можно, ну, крепкий, чтобы вы его не порвали. А кто-нибудь знает, сколько времени сейчас вообще? Напишите, пожалуйста, который час. Я супер, спасибо. Это мне, если что, вот кто ее смотрит в записи. 8.14. Так. Дамы и господа, с вами было прекрасно, просто у меня в 8.30 начинается занятие. Все. На этой прекрасной ноте всем покеда. Я напишу в телеге, просто в телеге проще писать анонсы. Ну, в Австралии-то понятно. В телеге проще писать анонсы, потому что в Ютьюбе почему-то, даже если вы подписались на канал, даже если вы поставили там колокольчик с оповещением, оповещение не всегда почему-то приходит. И я в телеге пишу всегда накануне, когда там будет занятие, во сколько и все такое. Вот. Так что у нас 365 дней подряд зарядка будет, и она будет усложняться от дня к дню, чтобы через год мы смогли стоять на голове, сидеть на шпагате и были здоровы, молоды, счастливы. Все. Всем покеда, до завтра. Всех жду завтра.